добрый вечер всем кто к нам присоединился мы продолжаем изучать книгу даниэля первую часть и мы сегодня сосредоточимся на мартирологической теме в книге даниэля мы начали говорить на эту тему прошлый раз и надо сейчас сказать что это тема является одной из центральных в как это сегодня модно говорить в еврейском религиозном нарративе поскольку евреи неоднократно преследовались и преследовали за свою веру то было как мы уже и говорили выработано такое понятие кедуша которая вообще говоря коренится этим и логически в языке торы на тора повелевает освещать имя божья но освещение имени божьего вторе обозначает по сути дела исполнение его заповеди они исполнение его заповеди обозначает профанацию божьего имени хилюль гошем так вот более позднюю эпоху этот термин приобрел иное гораздо более радикальное значение именно в этом значении в основном известен кедуша шем это готовность умереть за веру за бога теперь эта тематика на самом деле соединяет еврейскую историю с ранней христианской истории потому что мы знаем что до того момента как христианская церковь становится официальной церковью римской империи происходит в четвертом веке новой эры христиане является запрещенной группой религиозной и преследуются преследуются по религиозным мотивам не отправляются на казнь и они тоже вырабатывают мотив центральный религиозный мотив готовности умереть за свою веру за своего за бога мотив противостояния язычникам которые пытаются заставить человека оставить веру значит что касается еврея то собственно какие моменты это мартирологическая тема а мартир это вообще греческий термин обозначает буквально свидетель именно этим термином собственно и пользовались ранние христиане они как бы свидетельствовали о своей вере но этот термин стал таким как бы универсальным используется сейчас по отношению к разным группам которые готовы умереть за свои убеждения вот исходя из того что нам известно без ты еврейской истории впервые по-настоящему впервые евреи сталкиваются с преследованиями за веру в во времена антиоха эпифана то есть уже во втором середине второго века до новой эры эти преследования привели к результате к маковейскому восстанию мы знаем эту историю затем затем снова с новой силой хотя и возможно по другим причинам и на других основаниях преследования возобновляются преследования за веру возобновляется уже во времена римской власти они постепенно нарастают и достигают своего апогея в эпоху адриана императора адриана во втором веке новой эры когда происходит восстание барков бы и она связана с этими преследованиями при этом надо иметь ввиду и это одно из таких существенных отличий между эпохой эпифана греческим временем и селефкидским и тем что мы видим время надо помнить всегда что еврейская религия никогда официально не объявлялась запрещенной она не объявлялась запрещенной и в исследованиях на наша тема сегодня но я просто в скобках это отмечу современных исследованиях ведут среди современных исследователей ведутся споры каков был действительно объем преследованием и преследование евреев при императоре адриане и что именно запрещалось но это не так очевидно во всяком случае преследования определенные были это несомненно потом на протяжении еврейской истории не раз и не два возникали подобные подобные события происходили подобные события прежде всего вследствие того что евреи были не имели своего государства были ущемляемым меньшинством как в странах христианских так и в странах ислама и время от времени возникала мартирологическая тема очень ярко вот например особенно во время истории крестовых походов так называемые ашкенасские мартиры германии теперь как бы вернемся к исходной точке если исходить из книги даниэля то первые преследования евреев по религиозной по религиозному мотиву по религиозной причине по причине принадлежности другой вере начинается в вавилоне во времена на ухода носа здесь надо сразу отметить что каких бы то ни было исторических подтверждений таких гонений нет собственно говоря вплоть до появления греков на исторической сцене мы не наблюдаем каких-то сознательных попыток культурной экспансии конечно всегда есть культурная экспансия во время создания империи завоевание различного рода но я говорю сейчас о намеренной культурной экспансии осознательной культурной экспансии когда это становится некоторые идеологии а вся весь мир должен стать эллинистическим скажем но царе нововавилонского царства подобно тому как и царе я сирийского новоассирийского царства и другие создававшие империи в те времена преследовали в основном политические цели они завоевывали новые земли они совершали страшные жестокости особенно нам известно такого рода жестокости именно по поводу осирийцев они этими своими жестокостями всячески хвалились и даже самые так сказать культурные среди них такие царь ашур-банипал вассирий который создал огромную собрал огромную библиотеку он своих надписях хвалится только с какой жестокостью она тем с какой жестокостью он обходится со своими врагами но все это носит не религиозный а исключительно политический характер раздавить всякого волюся к сопротивлению к автономии сирийцы еще к этому прибавляли для них это было как бы средством для достижения цели перемешивания народов на политика сталинская политика так сказать переселение народов с тем чтобы они лишались своей национальной идентичности но ниоткуда мы не слышим что есть какая-то особая ревностность по отношению к исполнению религиозного культа который бы привел попытки уничтожить другие культы на есть прецеденты да там скажем история их на тона в четырнадцатом веке в египте но это какие-то очень редкие случаи что касается вавилона прошлый раз я упоминал что например на был мид который или набу наив который собственно и скрывается по всей видимости как мы говорили об этом за на выхода носором книги даниэля последний из царей вавилона он действительно проводил некую ревностную религиозную политику но совсем не стремился к ущемлению каких-то других народов которые верили и служили своим богам он в основном как мы упоминали конфликтовал со своим же вавилонским жречеством и пытался как бы привести к тому что вместо мардука занял бы син бог луны были как бы внутренние переделы так что в этом смысле история которая рассказывается и даниэля исторически трудно верифицируется мало этого напомню вам опять же что именно книги даниэля единственный из юбейских книг мы встречаемся с явными греческими заимствами и бы конечно можно было бы сказать но мало ли как вообще слова могут быть занесены в язык даже нет прямых доказательств какой какой именно момент появляются вот такие слова как сантер кит раз как некоторые другие да которые я вам симфония симфония мало ли может они раньше проникли в армейский язык евреев но это как бы звучит очень спекулятивно а то что греческий язык стал влиять напрямую на еврейское сознание после завоевания александра бакилонского это конечно получилось не сразу но постепенно и это даже привело в результате к тому что скажем в египте вся еврейская община была полностью эллинизирована она говорила читала и писала по-гречески еврей то видимо не знала и это послужило причиной тому что надо было создать первый перевод сора потом всего тонаха на другой язык ибо евреи там не знали своего языка а то есть вот эта греческая культурная экспансия очень ощутимо и поэтому мы можем с некоторой долей вероятности предположить что за событиями описываемыми в двух главах книги даниэль а именно 3 и в шестой главе 3 глава повествует о преследовании трех юношей которые как бы вместе с даниэлем воспитывались согласно первой главе при вавилонском дворе во времена новохода носа вот эти эти три юноши ханания мишаэль и азария их бросают в огненную печь и они чудом спасаются а в 6 главе рассказывается что при при даре медийском а мы уже обсуждали я сейчас не буду снова к этому возвращаться явно ни с чем не сообразующиеся утверждение что был шацару последнему из вавилонских властителей на самом деле не царей как я и сказала как бы фактическим правителем при царе на бунаиде что ему наследовал нехта дарий медийский это судя по всему следствие как бы вот этой давляющей модели о смене царств где должна быть обязательно миди мадай но на самом деле как бы конечно наследовал там власть получил перс кир корыш а дарий появился позднее через восемь лет после смерти кир так что с точки зрения исторической вообще книга даниэля не балуют нас какими-то особыми историческими точными деталями но вот опять таки просто чтобы понимать о чем идет речь в этой шестой главе вместе будем обсуждать эти обе главу 6 главе рассказывается о том что дарий приблизил себе даниэля и при этом он издал некая под влиянием своих царедворцев которые хотели подкопаться под даниэля он издает указ согласно которому можно служить можно служить можно служить исключительно божеством империи исключительно божеством империи а в то время как про даниэля известно что он три раза в день довольно существенная деталь впервые слышим об этом книге даниэля что есть вот такая бы такой обычай у евреев что они молятся три раза в день значит и вот царедворцы просят ударя издать закон чтобы в течение 30 дней если кто-то будет просить о чем-то какого-то бога или человека кроме самого царя то его надо бросить львиный зев в пещеру с львами львиный ров и царь этот указ подписывает можно увидеть здесь параллель с книгой эстер где аман тоже с тем чтобы уничтожить евреев правда без всяких хитростей предлагает царю ахашвирошу писать указ разрешающий уничтожение евреев даниэль же в отличие от мордыхая в книге эстер где опять же напрямую не заявляется что противостояние между аманом и мордыхаем носит религиозный характер потому что сам бог не упомян мордыхая отказывается кланяться перед аманом это нам известно это можно понять как отказ на по религиозным мотивам но прямо это не сказано в отличие от этого в книге даниэля все говорится прямо на он приходит свой дом и продолжает молиться богу как он делал и прежде как он делал и прежде да вот эти самые три три молитвы тогда эти люди вельможи завистники приходят к дарю и говорят вот даниэль то не обращает внимание на твой указ и дело и продолжает молиться три раза в день своими молитвами и царе вызывает вызывает себе даниэля кстати еще одну деталь на еще одну деталь обращу ваше внимание тоже впервые здесь появляется в четкой форме евреи молятся в направлении иерусалим на вот это как бы сказано здесь что даниэль молится у себя дома на про в направлении иерусалим то есть как бы реальность очень похожая на ту которая известна нам из раввинистической литературы и литературы и вот даниэля бросают львины ров при том что сам дарий не хочет этого дарий как раз симпатизирует даниэлю он говорит буквально следующее бог твой которому ты служишь может быть он спасет тебя и даниэля бросают в этот львины и царь очень переживает на он не может отменить свой указ также точно как ахашвирош не мог отменить свой указ без того чтобы был написан новый вот говорится о том что царь ложится спать не поужинав не может уснуть также точно как ахашвирош не может уснуть и утром он идет к этому львиному зеву к этому львиному руку и кричит даниэлю ну ты жив даниэль даниэль говорит да царь живи ты вовеки бог послал мне ангела и заградил вам пасть и они мне не повредили я потому что перед богом чист вот царь очень обрадовался даниэля подняли из этого рва и те же люди которые его обвиняли были брошены в этот львины рога их тут же всех съели а дарий подобно на ухода носуру в истории с тремя юношами пишет обращение ко всем народам говорит мною дается повеление чтобы во всякой области царства его трепетали перед богом даниэля потому что он есть бог живой и царство его несокрушимое владычество его бесконечно он избавляет и спасает совершает чудеса и знамени на такие солнические мотивы и говорится что даниэль благо был так сказать в фаворе в дальнейшем и больше ему уже ничего не грозило то есть очевидно что обе истории и про трех юношей которые были брошены в печь и про даниэля они как бы рассказывают об одном и том же вот об этом противостоянии противостоянии между героем и язычниками которые хотят во что бы то ни стало заставить его отказаться от своей веры значит тот факт что здесь есть немало сходных черт с книгой эстер при том что книга эстер написана соответствии с другими эстетическими принципами повторяя не упоминает бога не говорит ничего напрямую но переклички очевидны этот факт привел некоторых исследователей к мысли о том что и части книги эстер которые по крайней части книги эстер которые вот повествуют о пытке амана уничтожить еврейский народ были созданы более менее в то же время что и книга даниэля хотя в отличие от книги даниэля книги эстер нет никаких грецицизмов есть только вавилонские арамейские и персидские языковые слои помимо самого иврита вот но во всяком случае если говорить о самом мотиве то его действительно реально место в жизни то как он начал функционировать следует видимо искать в эллинистической эпохи не вавилонской и скорее всего и не в персидской потому что история об этом и свое время говорили история описанная в книге эстер опять же очень странно нет ничего подобного известного нам из тех времен значит попытки устроить преследование на целый народ это как бы что-то из ряда вон выходящее с попыткой убить значит в книге даниэля речь не идет о целом народе это об отдельных его представителях о героях которые во имя бога готовы пойти на смерть но бог их при этом спасает бог их при этом спасает поэтому поэтому если не предполагать или я скажу иначе если все-таки считать что речь идет о некой неком анахронистском описание то и учитывая тот факт что в книге даниэля есть очевидные греческие вкрапления греческие заимствования можно с некоторой долей вероятности утверждать что речь идет уже на самом деле а греческой эпохи именно тогда эти рассказы и создаются эти рассказы о чудесах мы знаем что более поздних книгах например книгах маковеев происходящее приобретает гораздо большей степени характер ну такой греческой трагедии в чем-то потому что герои противостоящий правда не року а вот этому властителю язычнику гибнут в самом деле знаменитая история о матери и семерых сыновьях во второй и четвертой маковейских книгах менее знаменитая история о старце и лазаре в этих же произведениях значит это как бы вот мартирологический мотив доведенные уже до некой крайности и в раввинистической литературе мы это встречаем хорошо известная нам история о мудрецах которые были преданность страшной казни римскими властями вот как раз во времена восстания барков бы такие мудрецы как раби а кива такие мудрецы как раби ханин такой человек как раби ханина бент радион который был сожжен заживо а сраби а кивы там сдирали кожу железными крючами и он в этот момент произносил шмай сраэль потом на основании вот этих историй в талмуде более позднюю эпоху был создан известный текст мидраж о десятерых казненных римлянами есть пьют который произносится в этой связи в судный день в емки пур вот но мы как бы возвращаемся книгу даниэля книга даниэля являет собой первый ясный пример наличия вот этого мартирологического мотива в еврейской литературе история с тремя юношами оказала особо сильное влияние на развитие этого мартирологического мотива как бы вот это представление о том что их бросили живыми в огненную печь где невозможно было спастись казалось бы в отличие от львиного рова львиного рва львиного зева там в принципе можно было выискать какую-то лазей куда вот почему-то львы не съели конечно чудо но все-таки меньше по масштабу чуда чем остаться в живых находясь горящей печи кстати говоря по поводу вот этого чуда с даниэлем опять же как бы это мотив когда человека бросают на съедение зверям известны нам вообще из более поздней уже римской действительности вот но как бы видимо какие-то проявления этих зверских обычаев существовали и раньше теперь я хочу упомянуть в этой связи связи с вот с огненной печи есть знаменитый мидраж оба в раме вполне возможно что некоторые из вас слышали его о том что авраам свое время еще будучи совсем молодым юным предстал перед ним родом согласно мидражу и его ним род пытался заставить поклониться разным природным стихиям и своим богам а авраам категорически отказался и тогда авраам ним род бросил в огненную печь и в этот момент когда он был брошен эту печь ангел гавриэль и ангелы по именам кстати говоря впервые называются книги даниэля тоже до книги даниэля мы не слышим о никаких персональных именах именах ангелов за исключением может быть только сатана вот но позитивных фигурах мы не слышим только в книге даниэля они появляются михаэль гавриэль так вот гавриэль просит у бога владыка мира позволь мне сойти остудить печь и спасти праведника богом отвечает нет его спасу я да я его спасу из этой огненной печи а что касается тебе то не завидуй тебя в свое время тоже ждет нечто подобное ты будешь послан спасать потомков авра в этой связи возникает вопрос казалось бы ответ на этот вопрос довольно ясен но я приведу и тем не менее другое существующее мнение что чему предшествовало что чему предшествовало история о трех отроках книги даниэля или из мидраж об авра на первый взгляд очевидно что конечно мидраж базируется на истории из книги даниэля мидраж представляет собой более позднюю литературу чем книга даниэля и поэтому можно с некоторой долей вероятности предположить что он заимствует этот мотив и хочет перевести как бы это кстати говоря нередко встречается в юнистической литературе значит вот желание утверждать что некий подвиг совершенный определенным героем уже был совершен до него еще большим героем значит вот эти трое юношей авраам еще более крупная фигура чем эти три юноши и поэтому это несомненно должно было случиться и с ним свое время подобные вещи мы встречаем я говорю например талмуд утверждает что подобно тому как его шуа бен-нун остановил солнце также точно солнце остановил ему же талмуду абсолютно очевидно что не может быть ситуации в которой бы в которой бы я ушел совершил подвиг более великий чем его учитель муж и теперь повторяю на первый взгляд на первый взгляд очевидно что что этот мидраж базируется на истории о трех юношах в то же время у этого мидража об аврааме есть как бы некоторое звуковое фонетическое основание по поводу авраама если вы помните бог сказано что бог вывел его из места бог самому об этом говорит из места которое называется урказдим урказдим теперь урказдим я сейчас не буду слишком глубоко вникать все время мы об этом говорили это судя по всему тоже анахронистское выражение потому что урказдимский известен нам только из эпохи нового вилонского царства совсем не древние периодов которые предположительно мог жить евро но важно здесь само слово ур название города древний шумерский город ур но дело в том что на арамейском языке у слова ур есть 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 слово ур в арамейском языке имеет свое значение никак не связано с шумерским термином это может опять же кто-нибудь из вас слышал может быть нет но ур это огонь ур по-арамейски значит огонь это однокоренное слово со словом ор свет значит вот ур это огонь поэтому можно понять слова бога я тебя вывел из ура халдейского уцитихами урказ как он из огня халдейского то есть из огненной печи иными словами возможно что у этого мидраша есть как бы некоторое словесное основание самой торе поэтому есть исследователи частности вот такой очень знаменитый известный библеист израильский я ирзатович из иерусалимского университета который считает что как раз возможно что мидраж этот про про спасение авраама из огненной печи этот мидраж на самом деле может иметь весьма древние корни хотя он как бы появляется вот в этом виде более поздней литературе но он может иметь более древние корни и даже более древние чем история о трех отроках книги даниэля и тогда как раз речь идет о том что впервые такого рода история действительно рассказывалось об аврааме на основании этого выражения урказдинский хотя это мне представляется это гипотеза все-таки маловероятны менее вероятны но при этом надо все таки отметить что вот эта тематика тематика связанная со спасением из огненной печи появляется со спасением авраама из огненной печи появляется в более раннем чем роминистические тексты произведений такое произведение так называемые библейские древности или псевдо филон когда-то это произведение приписывали филону александрийскому но в общем стало ясно что это не так оно было написано скорее всего изначально на еврите переведено на греческий с греческого на латыни в таком виде собственно говоря до нас и дошло вот и там рассказывается очень похожая история не совсем такая как минраше но там как бы тоже авраам благодаря своей вере в бога несмотря на то что его бросают в огненную печь там это связано еще с история в евронской башни они связываются друг с другом эти истории значит вот авраам спасается когда создан был этот текст он был создан судя по всему в первом веке новой эры но все-таки позже чем книга даниэля на 2 как минимум на два столетия есть еще один текст который можно сказать более или менее можно датировать тем же временем что книга даниэля это так называемая книга юбилеев книга юбилеев написано опять же на еврите дошедшая до нас в полном виде на эфиопском гез книга близкая по своим воззрениям к кумранской секте и там действительно были найдены фрагменты этой книги на и в оригинале на еврите и там рассказывается правда не история о том как авраам был брошен в огненную печь но интересно что там рассказывается о том что авраам который уничтожал идолов он бросил их в огонь и тогда стали все домашние и попытались спасти этих идолов и в частности аран отец лота бросился в огонь чтобы спасти этих идолов и там сгорел как там сказано и умер в уре халдейском при жизни тераха отца его это то что говорится и вторе что ран умер в уре халдейском при жизни его отца во всяком случае как бы вот этот мотив печи в которой сжигаются герои культурные герои религиозные еврейские герои это как бы такой очень важный сущностный мотив еврейской истории литературы который начинает свое движение книги даниэль теперь я хотел бы здесь я пожалуй сделаю коротенькую остановку перед тем как мы сделаем еще один шаг вперед в связи с книгой даниэля если есть желание задать вопрос или сделать замечание то сейчас самое время перед еще одним витком наших осуждений народ есть вопросы вопрос если можно не слышно да да с вас слышно значит мне кажется что преследование нас за религию его то что вы говорите уничтожение все это вот отдельного как бы народа все это как-то я не знаю какова история этого всего но это связано с появлением идеологии то есть когда вера объединяла людей тогда императоры которые захватывали какие-то значит страны подчиняли к себе они значит оказывались такой ситуации когда завоеванный народ может сбунтоваться надо было как-то их усмирять наверное когда было язычество это было не так актуально когда появилась монотеизм появился и появились какие-то религии стали они друг другу как-то противостоять вот как вы считаете это действительно так то есть это связано с смотрите во первых что такое когда появился монотеизм монотеизм если подразумевать под этим еврейским монотеизм не появился в одночасье это некоторое некоторые длительный болезненный процесс который начинается еще в эпоху первого храма продолжается эпоху второго храма и надо полагать действительно достигает своего апогея в тот момент когда начинается греческая культурная экспансия значит хотя греков невозможно назвать монотеистами в полном смысле слова да у них есть целый пантеон богов правда значит как бы есть представление о главном боге до этом отождествляется с древним мифологическим зевсом но он как бы бог над всем но так или иначе греки действительно ставят перед собой задачу видя в своей культуре некоторый идеал значит как бы наполнить этим окружающее население и это вызывает конечно отторжение у тех кто не приемли такую культурную экспансию и как бы тут движение оно взаимонаправленное чем больше давление извне тем сильнее крепнет убежденность том что нужно отстаивать свою веру это всегда сейчас и секунду это когда говорю значит хотя есть конечно тоже за свидетельством немало или евреев которые или низировались не только смысле языка но и отошли во многом от традиционной веры вот но были те которые во что бы то ни стало противостояли и противились заметьте на в качестве некоторого пусть далекой но далекой по времени но близкой по сути параллели возьмем советский союз пока евреи не преследовали советском союзе и небо делалось попыток раздавить по целиком и полностью их культурную идентичность фактически как бы противостояние ассимиляции было очень и очень слабым на первый период существования советской империи но в конце второй мировой войны и далее начинается антисемитская кампания которая продолжается всю дальнейшую советскую историю чему это приводит приводит к возрождению национального религиозного еврейского движения советском союзе и готовности противостоять героически противостоять вот этому как бы этой власти которая значит которые пытается заставить забыть да это это и в молитвах еврейских отражено поэтому опять же отвечая на ваш вопрос я думаю что это как бы взаимный такой процесс монотеизм еврейский монотеизм и вообще как вот убежденность своей правоте она тем крепче становится тем больше чем больше пытается ее заставить пасть на колени это понятно это я немножко другом спрашиваю тут это все понятно это тоже такой довольно совершенно четко уже явный период идеологии тут это уже нет сомнений каких я даже более древний ну допустим если не взять египет допустим египет было был национальным государством то есть для него завоеванные народы и так далее евреи там жили и как бы мы видим никому не мешали да то есть они жили отдельно если пока не появился какой-то значит другой фараон да очевидно это вот характерный такой момент да когда получаю впервые появляется ну по крайней мере по текстам наши появляется нечто другое что опасно но именно я выявляю это то есть это не за профессии святительских идей греки хотели так стране свою да если мы вспомним маковеев и все то есть они они боялись они не подчинялись это создавало проблемы для империи то есть и в этом была как бы не сама по себе эта религия волновала и культура да также и в египте это еще с египтом можно было бы сказать но в египте это как быть только втория а вот реально в истории но маковея то есть совершенно уже ясно да на имели но это и так и не так посмотрите даже то что рассказывает тора по поводу египта это не носит характер потом уже потом уже в медрашах это появляется но рассказ тори в общем-то не носит характер религиозных преследований фараон фараон порабощает еврея по какой-то причине которую сейчас мы не будем специально разбирать он задается целью уничтожить еврейских младенцев мужского пола он совершенно ясно причина говорит что присоединиться к врагу да но что это конкретно значит на эту тему тоже есть очень много споров да как бы что он имеет ввиду имеет ну что-то конкретное что-то общее некоторые считают что это вообще эфемизм оставим это на минутку но важно другое что нигде в туре по поводу вот этого противостояния между богом израиля и фараоном не говорится о том что имеет место религиозное преследование уж если так то скорее наоборот бог израиля там объявляет что он совершит суд над египетскими богами всех их уничтожить да значит и если уж имеется там религиозное преследование как раз противоположной стороны да но как раз со стороны фараона этого нет и я еще раз подчеркиваю что если мы читаем тонах то до книги даниэля и книги эстер в имплицитном виде мы нигде не встречали нигде не встречаем попыток описать религиозные преследования евреев именно вот на религиозной почве за их веру за их закон нигде этого нет опять же в более поздних текстах этот мотив вчитывается и как бы вносится вот в эти древние истории да вот как я сейчас продемонстрировал по поводу авраама не только по поводу авраама это можно найти почти по поводу любого противостояния еврейского народа каким бы то ни было язычникам а так нет этого нет это не обязательно должно проговариваться абсолютно вот явно то есть фактически история эстера на в общем-то уже было как бы опробовано действительно наоборот только результат был сразу наоборот да то есть их не уничтожили поработили а потом оказалось на бороться и временно уничтожили то есть это уничтожение фактическое освобождение это тоже самое фактически произошло вот но то что живет народ отдельно и имеет свои имена ими сохраняет традиции все это начинает беспокоить египтян с какого-то времени мать они решили просто подавить работе это имеет но это ваша интерпретация она имеет право конечно существование нисколько не пытаюсь ее дискредитировать не знаю что я подчеркиваю что это никак и нигде не проговаривается не в случае не в случае ассирии не случай вавилона не в каких-либо других случаях и войнах на это очень много разных конфликтов описывается в танахи иногда говорится что конфликты эти вообще есть результат как бы педагогической деятельности бога израиля который наказывает израиль за то что тот отходит как раз от своего бога тем что насылает на него врагов и только в этом самом позднем слое танахических текстов впервые озвучивается мотив религиозного противостояния между евреями и язычниками которые пытаются заставить еврея отойти от своей веры вы правы конечно если говорить о тексте так это так но если рассмотреть эту ситуацию как бы как текст как только как фиксация а реальность сама вот допустим египет был монолитное государство это очень редкость бы а например александр в сравнении александр македонский ему как бы было совершенно безразлично он завоевывал народы и оставлял им свою религию веру традиции его это не мешало совершенно смотрите он не боялся это верно но это складывалось постепенно значит это как бы не происходило но постепенно складывалось представление о том что греки как бы и называли окружающие народы варварами да которые как бы чей культурный уровень оставляет желать лучшего их надо образовать их надо воспитать их надо научить истинной культуре это то что как бы было написано на знамени что называется и то что делает эпифан антиохи эпифан 4 который называли еще безумным на это на самом деле некое вполне логичное следствие как это постепенно росло усиливалось и достигло апогея при антиохи эпифане в отношении евреев вот неизбежно должно было случиться есть те кто считают что что дело поскольку во второй части книги даниэля который мы будем еще обсуждать там есть прямые намеки совершенно прямые на гонение антиоха эпифана и там таки говорится о гонениях носящих всеобщий характер да по отношению ко всему народу израиля есть те кто пытается сказать что вот наши рассказы про трех юношей и про даниэля брошенного ров с любами это какой-то более ранний этап поскольку здесь не говорится обо всех а говорится об отдельных представителях я честно говоря не убежден в том что можно так то рассматривать потому что как бы жанр диктует свои законы а здесь не говорится о героизме героизме всего народа выбираются определенные герои которые становятся символическими фигурами и они на самом деле как бы демонстрируют готовность народа израиля отстаивать свою веру а это такой вот очень существенный момент значит с этого повторяя как бы независимо от того я бы сказал так еще да это видимо перед нами анахронистское описание которое на самом деле не соответствует той эпохи о которой рассказывают но влияние этого этих рассказов нарратива было глобальным огромным на еврейское религиозное сознание историческое сознание а то есть как бы за этим стоит некая ну-ка если угодно экзистенциальная правда еврейской истории даже если бы сам сами рассказы книги даниэля является отражением совершенно другой эпохи нежели той в которую они автором были интерполированы но это на самом деле я не буду задерживать окей потому что я хочу просто сказать что есть какая-то грань то есть когда это допустим религиозные войны а когда это экономические войны то есть политические войны допустим крестоносцы и так далее вот эта грань она бы мне было бы интересно понять и в ней как-то разобраться действительно ли были эти ревнители религии это было средство для чего-то другого они сама религия волновала людей столько не боялись просвещали смотрите я думаю что это вопрос как бы ответ на это не может быть однозначным разумеется в любых военных конфликтах и в любых имперских амбициях замешано очень много всего это и политические мотивы и экономические мотивы и культурологические мотивы и иногда превалируют одни иногда превалируют другие современную историю тоже можно на эту тему вспомнить и даже совсем современную историю то что сейчас происходит между россией и украиной значит как бы можно говорить о разных мотивах вот одни мотивы не обязательно исключают другие единственное что я сказал это опять же хочу повторить потому что на мой взгляд все-таки с точки зрения вот именно исторической правды важно что в общем то до появления греков на исторической сцене на вот нашем регионе мы не знаем у нас нет никаких свидетельств о войнах которые хотя бы частично носят имеют своим мотивом четыре религиозные преследования и попытка их спа попытку экспансии внедрения своей веры побежденным народом да это отсутствие вот ну хорошо есть у кого-то еще вопросы и замечания хорошо тогда я да я не говорю по-видимому нет окей хорошо тогда я сделаю еще один шаг вперед в оставшееся время и хочу обратить ваше внимание на одну любопытную вещь на это любопытная вещь в отношении как бы переходим к вопросу формирование книги даниэля и и композиции заключается в том что странно все таки что в большинстве рассказов которых действует даниэль не действуют трое юношей ханания мишель и азария а в других рассказах там где действуют эти трое юноши вот например рассказ о угненной печи там не упомянут даниэль это как бы такой вопрос а почему собственно почему они не действуют вместе чего они разделены этот вопрос на самом деле волновал волновал мудрецов талмуда и они действительно задают вопрос напрямую в талмуде в илонском талмуде в трактате сангидрин так называемым главе так называемый главе которая имеет такую идеологическую основу хелек 11 глава в этом трактате который обсуждает проблему воздаяния вот там это в частности рассматривается и задается вопрос по поводу даниэля говорится так буквально а куда делись хохамим на под хохамим они подразумевают вот этих троих юношей и дальше предлагаются разные теории одна самая простая они умерли а вот к тому времени когда даниэль там был брошен в львиный зев миниров они умерли а другое другой говорит а нули эра цисраэль вы нас у нашим в его лиду бани муванот они репатриировали землю израиля там женились и родили сыновей и дочерей тот же самый вопрос задается по поводу по поводу даниэля а он куда куда делся почему его нет в рассказа в рассказе об огненной печи вы даниэль леиха назаль куда ушел даниэль и тоже предлагаются совершенно фантастические варианты например такой вариант что он пошел в тверю в тверю рыть реку другой вариант говорит что он был отправлен принести отборное зерно которого не было в вавилоне есть еще очень странные ответы вплоть до того чтобы принести свиньи привести в вавилон свиней из александрии египетской дату как бы уже в талмуд совершенно путает здесь намеренно всякие реальные всякие реалии далекса никакой александрии египетской не было во времена на ухода носора понятное дело но предлагаются такие варианты потому что их беспокоит сам по себе вопрос а почему собственно и он не упоминается но самый классический такой вот ответ видим а годы более подробно и звучит так что в тот момент когда было принималось решение о том чтобы бросить троих юношей в огненную печь участвовали в решении три человека три персонажа кто эти три персонажа это бог даниэль и на ухода нос бог сказал так пусть даниэль уйдет отсюда чтобы не сказали бы люди что эти трое юношей были спасены благодаря ему потому что даниэль как бы фигура более важная чем эти трое юношей и если он и все четверо будут брошены в огненную печь то может быть скажут ну даниэль вот он такой особенный ради него совершено чудо а никакие другие бы никогда чудо не было бы совершено ради кого-то другого ни при каких условиях затем что сказал сам даниэль не искал я уйду отсюда чтобы во мне не было исполнено заповедь буквальный перевод это из сказано в книге дворим из туканов их богов сожгите в огне казалось бы какое-то имеет отношение к даниэль а вот какое потому что согласно этому мидрашу даниэль был обожествлен на ухода носора после того как даниэль истолковал так замечательно сонного худо носа значит мидраш говорит даниэль был обожествлен и и конечно не по собственной воле против своего вот а даниэль не хотел чтобы его сожгли он был готов конечно тому чтобы его сожгли как мартира но не как истукана это он не хотел а что сказал на ухода носа пусть даниэль уйдет отсюда чтобы люди не сказали что он сжигает в огне собственного бога и тогда было так сказать коллегиально богом даниэлем и на ухода носором принято решение чтобы он от душу это все на уровне агадот а что на уровне литературного анализа и здесь это последнее что я скажу перед тем как закончить наш сегодняшнюю встречу смотрите обращает на себя внимание следующий факт рассказы о даниэль и его друзьях написаны на армейском языке вступительная глава которые они все трое появляются вместе написано на иврите есть одно место вот в рассказе о толковании сна где они тоже в скобках упоминаются но реально никак не действует если не как бы вставляются в общее канву нарратива а так вообще в рассказах на армейском языке они никак не сприкасаются они разнесены в разные разные стороны поэтому сегодняшние исследовать полагаю что первая часть книги даниэля была создана следующим образом имели место вот эти рассказы рассказы на армейском языке о даниэль и трех юноши они изначально в общем то не были неким общим нарративом отдельными традициями существовавшими автономно поскольку поскольку есть некий общий мотив между этими рассказами вот мотив мартирологический то редактор автор книги даниэль решил их соединить с этой целью он и написал это вступление вступление написано на иврите равно как и вторая часть книги даниэля написано на иврите и это наиболее поздний слой книги арамейский видимо более ранний иврит более поздний мы еще будем об этом говорить в этом вступлении он рассказал о том что они на самом деле представляют единую группу даниэль эти трое юноши их вместе взяли воспитывать при дворце на ухудоносора вместе они отказывались есть еду которая им предлагали вместе в результате предстали перед царем вместе были им возвышены и вот таким образом это вступление вводит нас в тем есть видимо реально этот вопрос который задает талмуд а куда делись трое юношей а куда делся даниэль из рассказа о богниной печи имеет под собой вполне реальные литературные основания они действительно как бы исходно вместе и не существовало это было как бы задним числом соединено автором-редактором книги даниэль теперь перед тем как я дам вам возможность задать еще пару вопросов у кого есть я только сделаю промо значит что мы делаем следующий раз следующий раз мы поговорим о добавках греческих добавках в книге даниэля добавка который мы находим в септуагинте они кстати вошли в переводы церковно-славянский перевод танаха библии и их можно найти православной библии католической библии вот эти добавки книги даниэля три рассказа и две добавки как раз связанные с рассказом об огненной печи вот это то что мы следующий раз с вами обсудим и подведем некоторые итог первой обсуждению первой части книги даниэль вопросы вопросы замечания господи дамы мы несколько задержались но у кого то есть вопросы ну хорошо и тогда мы можем считать что вопросы будут следующий раз мы ограничимся дискуссии которая была с эмелем и на этот раз закончим правильно спасибо всем большое спасибо спасибо огромное